Глава региона Александр Цибульский провел рабочую поездку в Юшарский сельсовет. В поселке удаленном от Тридмара почти на 400 километров остается немало нерешенных вопросов, связанных с условиями быта сельчан. Четкое понимание, куда двигаться, у власти есть, но все решения будут приниматься лишь при участии населения. Во время осмотра строящихся и уже введенных в строй объектов делегация побывала в амбулатории и детском саду. В старом здании пришкольного интерната прокурор округа Николай Егоров временно взял на себя функции пожарного инспектора и проверил систему пожарного оповещения. Система сработала, сигнал был услышан. Стрельба. Внимание. Внимание. Пожарная стрельба. Режим ручного управления процессом будет включен и для завершения поселкового долгостроя. 12-квартирный жилой дом подрядчик строит с 2014 года. Четвертый год в центре Каратаки строится вот этот 12-квартирный жилой дом. Ситуация парадоксальная. Документы на ввод в эксплуатацию давно уже подписаны. Однако из-за низкого температурного режима и отсутствия канализации жильцы до сих пор не вселились в него. Объект сдан в эксплуатацию, но с большими недоделками. Главная беда – низкий температурный режим в квартирах первого этажа. На втором ситуация иная – тепло и даже уютно. Есть два пути решения. То, что будут сейчас точно его переделывать и доводить до нормативного состояния – это решение принято. И другое дело – надо его сейчас заселять второй этаж или не заселять второй этаж. Вот у нас какой сейчас стоит вопрос, понимая, что на первом этаже температурный режим не соответствует. Ну и надо еще посмотреть действия канализации, насколько она хорошо сделана. Ну, что досталось, то досталось, с тем работаем. Меня тоже немного смущает то, что еще не заселенный дом уже надо заново ремонтировать. Скажу вам честно, это безобразие. На встрече с жителями Каратайки Александр Цибульский рассказал о планах по доставке и монтажу в поселке блочной водоподгодавительной установки. Обеспечение водой – основная проблема сельсовета. По воде у нас вопрос принципиально решен, финансирование выделено. Осенью у вас появятся пункты очистки воды, в котором будет возможность брать воду. Поэтому здесь вопрос, я думаю, уже, так сказать, практически, мы должны переходить в практическую стадию. Там все необходимые исследования, которые делали, период пройден. Поэтому я думаю, что к ноябрю месяца у вас уже по воде вот этот вопрос будет в этой части решен. В числе самых острых вопросов, которые подняли жители – стоимость бензина, юридическое оформление жилья, строительство новой модульной котельной и состояние пришкольного интерната. Основная боль и проблема – это пришкольный интернат, строительство пришкольного, нового пришкольного интерната. Два здания в пришколе. Значит, в одном проживают дети, воспитанники оленевоческой общины Ямпто, во втором проживают дети с острова Вайгач, с поселка Варник. Здание старой школы, вот где проживает воспитанник из поселка Варник – это здание 56-го года постройки. Очень старое, ну, не скажу, что очень холодное, но когда вот ветра, то, конечно, очень бывает, что холодно. Приходится детей переводить из комнаты в комнату для того, чтобы они спали в более теплых условиях. Второе здание интерната пришкольного – это 82-го года постройки. Значит, ну, капитальных ремонтов не проводилось уже много лет, вот сколько я лет работаю. В основном поддерживали всегда текущими ремонтами, текущие косметические ремонты, но эффект такой, что здание все равно уже старое, тоже продувается, вот особенно восточными ветрами, бывает очень холодно. Проблемы поселка были услышаны. По ряду вопросов были даны поручения. Дорожная карта сеть совета обновлена. Мне показалось, что многие вопросы, которые задаются, это даже не из-за того, что это какие-то нерешаемые проблемы, а из-за того, что просто люди недостаточно проинформированы о том, что в округе существуют и действуют институты, инструменты поддержки. И об этом, конечно, надо активнее рассказывать, для того, чтобы те вещи, такие как юридическое бюро, государственное юридическое бюро, которые у нас действуют и которые субсидируются из окружного бюджета, и мы тратим на это немалые деньги ежегодно, они, конечно, были максимально эффективны и использовались людьми. Ну а в целом, могу сказать, что Каратайка, как и все остальные населенные пункты, имеет свой характер, свою такую, знаете, северную специфику. Люди очень открытые, прямолинейные, на самом деле добрые и болеющие за наш округ. И это очень приятно. И я бы хотел, чтобы в каждом действии администрации мы каждый раз думали вот про тех людей, в глаза которым мы за последние три месяца посмотрели. Это очень важно. И я рад, что все мои коллеги тоже вместе со мной еще раз проехали, обновили свои ощущения от общения с людьми и поняли их проблемы и чаяния. Тимофей Жуков, Сергей Качегов, телеканал «Север», Каратайка.